Уважаемые товарищи, мы сегодня проводим партийный актив Компартии России, наших союзников друзей по СКП, наших союзников по леопатриотическому движению, которое широко представлено как в депутатском корпусе, так и во всей нашей общественной жизни и практике. Тема у нас сегодня очень ответственная – война и мир. Война и мир – так назывался роман Толстого, который прославил его как великого художника и писателя. Толстой как-то говорил, что эту тему мне подсказал Лермонтов, который написал стихотворение Бородино. Бородино гениально описывает то великое сражение под Москвой, которое решило исход борьбы против очередного рейха оккупации, с которой Наполеон пришел для того, чтобы расправиться с нашей стороной. Мы из своей тысячелетней истории не встаю повторять. 700 с лишним лет вынуждены были с оружием в руках защищать свое право жить на этих просторах, говорить на родном языке, дружить с своими соседями. Мы собрали под свои знамена великое государство, которое является главной нашей ценностью. Сегодня некоторые задают вопрос, кто первый начал. Он сегодня уже не имеет никакого значения. Сегодня речь идет о судьбе нашего Отечества, ибо нам объявлена полномасштабная война, и она развернулась по всем направлениям. Гибридная война переросла уже на ридную Украину в горячую, и мы обязаны и вынуждены ответить, сплотившись, объединившись и решив эту проблему. Причем я, выступая в Государственной Думе, прямо сказал, что военно-политическую операцию вы можете, начав сказать, завтра я ее завершаю. Но у войны всегда два исхода – или победа, или поражение. Если учесть, что пришли сюда для того, чтобы уничтожить русский мир, и уже его вытравливают везде, начиная с так называемой цивилизованной Европы, не говоря же о Америке, то мы должны прекрасно понимать, что эта угроза стоит за плечами каждого человека и каждой семьи. У меня весь род сражался в годы Великой Отечественной войны. Я считаю, что сегодня мы обязаны максимально объединиться, официально обратился ко всей стране, все для фронта, все для победы с этим заявлением. Я надеюсь, что все его внимательно изучили, прочитали. Это прямое обращение нашей партии и левопатриотических сил ко всем гражданам. И считаю, что мы обязаны выполнить свой священный долг, защищая нашу Родину. Мы ведем этот репортаж из Снегиреи, где не раз собирался наш пленум, и были съезды рядом в 15 километрах Новый Русалим. Фашисты в этом месте были всего две недели оккупированы. Рядом стояла эсэсовская дивизия «Рейх». Вместо того, чтобы наступать на Москву, они пошли, заминировали и взорвали Новый Русалим. Это святое место, которое создавалось многие годы и которое олицетворяло нашу великую культуру и душу. Когда допрашивали фашистского генерала, почему вы не стали наступать, а взорвали Новый Русалим, меня поразил тогда его ответ своей точностью и цинизмом. Он сказал, что мы уже Москву брали и сжигали, но, как показала история, пока мы не выкорчеваем ваш язык, вашу веру, вашу душу, не разрушим вашу дружбу, вы снова возродитесь. Мы, они-то взрывали, мы возрождались, но в 91-м году нас всех с вами предали. Я хочу, чтобы каждый из нас сегодня понимал, что на планете разбушевался новый системный кризис. Если политик, особенно новое поколение, не поймет, что капитализм всегда ведет к кризисам, каждые 10-15 лет. Но два системных в прошлом веке привели к двум мировым войнам. Из первой, который, раз повторяю, вытащил Великий Октябрь и Ленинско-Сталинской гениальной модернизации. Из второго Великая Победа наш ракетно-ядерный паритет, который спасал страну 50 лет. И лишь после предательства в 91-м, когда державу устроили хвост дядю Сэму, когда отказались от главных идей социализма, справедливости и дружбы, все поехало и посыпалось. И в этом отношении сегодня разгулялся очередной системный кризис, который пахнет очень большой и страшной войной. Они уже развязали по всем направлениям, и мы должны выстоять. Но для того, чтобы победить и выстоять, надо сделать соответствующий вывод. Главный вывод заключается в том, что... Вот сейчас исполняется 60 лет после Карибского кризиса. Я надеюсь, что многие почитали мы, публиковали материалы. Я в свое время проводил встречу. Иван Скорисович Баграмян, тот, который командовал войсками, освобождал мой родной Орел в ходе Орловско-Курской битвы, планировал эту операцию. Она была вынужденным ответом советской страны после того, как американцы разместили более сотни ракет в Турции, Италии и в Англии. Они покрывали всю европейскую территорию советской страны. И были для нас абсолютно смертельные угрозы. Абсолютно. Мы вынуждены были собрать войсков 50 с лишним тысяч, 3000 гражданских лет, почти 60 ракет Р-12 и Р-14 и два зенитных крупных подразделения с ракетами С-75 перебросить за океан, разместить на Кубе и взять на прицел всю Америку. Американцы увидели, что там разместилось огромное войско и нацелилось на них лишь 6 октября. Хотя до этого 183 рейса было совершено, никто не проболтался, ничего не увидели. И они увидели только по масс-сетям, которые прикрывали ракеты. А масс-сети, они зеленого цвета, под леса сделаны. И по футбольному полю они знали, что кубинцы в футбол не играют, бейсбол. Они лишь только тогда поняли, что это ответный шаг. И после нескольких дней тяжелых переговоров, американцы согласились убрать свои ракеты, а мы вывели свои. Вот сегодня вопрос, когда задают молодые люди, а почему мы там вынуждены проводить эту военную операцию, должны себе ответить на вопрос, как вы будете жить, если под Харьковом установят ракеты подобного типа, они летят до Центра управления в Москве 4-5 минут. Вы не в состоянии принять никакого решения. Выбора у нас уже не было. Если бы проповедовали идеи социализма, справедливости, дружбы, гуманизма, мы бы решили это по за счет мягкой силы. У нас прекрасные организации были. Мы во главе с Семененко и Тайсавом провели десяток съездов в Киеве, в Донецке. Мы встречались, проводили. Все можно было сделать. К сожалению, время было упущено. Наши власти вовремя не отреагировали. А теперь остался вот такой тяжелый выбор, но другого в этой ситуации не казалось. Поэтому мы обязаны максимально отмобилизовать свои силы и решить эту проблему. Но хочу напомнить у нас вопрос, тема войны и мира. После того, как Кеннеди вывел ракеты, он собрал у себя в кабинете. Специалистов сказал, мы не можем воевать с СССР, мы сами погибли. Но и согласиться, чтобы эта страна развивалась такими темпами, тоже не можем. Предложите мне не ракетно-ядерный вариант уничтожения этой державы. Была подготовлена концепция уничтожения нашей страны другими средствами. Я когда получил ее с сейфа в ЦРУ и читал, я был крайне удивлен. Ее простоте на двух страницах было изложено пять пунктов, что надо сделать, чтобы разрушить великую державу. Но слушайтесь в эти пункты. Первый пункт. Надо доказать доверчивым советским людям, что жить в одной стране тесно. Что если они разбегутся по национальным квартирам, они живут счастливо. На самом деле они порвут вековые связи и будут тонуть по одиночке. И вы видите, как сейчас тонут по одиночке. И большие, и малые. Вторая статья гласила, надо все сделать для того, чтобы разжечь национализм и религиозный экстремит. И стали надувать бандеровщину на Украине, прибалтийских лесных братьев. Стали взрывать ситуацию на Северном Кавказе и в Центральной Азии. И мы видим, как это происходит сегодня за счет так называемых некоммерческих организаций и захвата целых блоков информационных средств. Третий пункт гласил, надо все сделать для того, чтобы внедрить своих агентов влияния в центральные органы. И вы видите по поведению Горбачевых и Шевернадзе, Ельциных и Гайдаров, Чубайцев и всей этой предательской своры, каким образом можно рушить страну и убивать население. И еще был один пункт о том, что исключительно важно все сделать, чтобы никогда не соединились славянские народы. Единое, это русские, украинцы, белорусы, которые создают, создали великое государство. Вот сегодня эта стратегия реализуется на практике. Они нас пробуют наизлом везде сегодня. В Чечне дважды. Всю сволочь собрали со всего мира. Мы, вот Кашин сидит, слушает Мельников, Коломеецева рядом, Калашникова, Афонин, Новикова участники. Мы 30 с лишним раз носили о мирном решении чеченских проблем. Я своей командой, когда шла война, на Кавказе ночевал и бывал. Мы там отдыхали местного, там провели переговоры все. Комиссии, которые создавали, там плотно работали. Камоядов нам помогал, когда там поджигали один пожар, а другой, он командовал Черноморский флот. Мы все сделали, чтобы там наступил мир, и будем и дальше вести эту работу. В Южной Осетии американцы пробыли. Там почти сотни американцев. Советников было три генерала, которые ворвались в Южную Осетию, перебили наших миротворцев и с 50 школ, 49 школ расстреляли в упор. Мы тогда с вами все сделали. Должен сказать, Казбек выезжал. Там на месте руководил, помогал наша партия. Партия всегда боролась за мир и все делала для его спасения. Мы вместе с Калашником, Ющенко, вместе с Харитоном выехали, когда в Феодосии высадились американцы в 2006 году. Мы выдавили их оттуда. Пять дней сражались, окружив этот натовский десант, и он вынужден оттуда был улететь. Хочу поблагодарить и командующих Черноморским флотом, который тогда тайно, но нам помогал для того, чтобы не перебросили эти силы из Харитона. Я сегодня имею право это сказать. Те, кого я благодарю, они прекрасно знают. Они проявляли солидарность с нами. Вы видели, как они дошли братскую Белоруссию. Наша команда выезжала во главе с Алферовым, Мельниковым и Савицкой. И мы все делали для того, чтобы укрепить позиции Белоруссии. Лукашенко участвовали там и в выборной кампании, и во всех трудовых коллективах. А сейчас продолжаем укреплять связи, развивая потенциал наших машиностроительных и электронных предприятий. Вы видели эту ситуацию в январе и в Казахстане, когда наши миротворцы спасли ситуацию. Сегодня пожары не разошли большой на Украине. Нам надо с вами все сделать для того, чтобы локализовать его максимально. Но для этого требует сейчас максимальное сплочение всеобщества и соответствующей поддержки. Должен сказать, что наша партия на протяжении всех восьми лет оказывала помощь Донбассу. Мы отправили туда 102 конвоя. Благодарю Кашина, Родина, Михайлу, всех, кто выезжал туда и продолжает помогать и работают. Я должен сказать, что Литвин и Гуменюк вместе с своими ребятами сейчас слушают, с командой. Они все делали для того, чтобы этот конвой дошел прежде всего тем, кому он больше всего нужен. Ребятам, ставшим на защиту против нацизма, фашизма, бандеровщины, всего русского мира, борьбе против нацизма и этих провокаторов. Хочу поблагодарить всех вожатых, которые привозили к нам ребятам. Мы здесь приняли 82 потока детей, 12 тысяч, которые прошли школу закалки, гуманизму, патриотизму и воспитания. И должен прямо сказать, что в этой работе прекрасную помощь нам оказывали народные предприятия. Сегодня вот с нами Павел Николаевич Грудинин. Посмотрите, симпатичный молодой человек. Сегодня он именинник. Давайте поплодируем, поздравим его, пожелаем ему успехов. Его хозяйство по-прежнему страной является лучшим. В каждом конвое есть большой уклад Казанкова Ивана Ивановича. Его сын Сергей Иванович, наш депутат, недавно отметил свое 50-летие. Хорошо, хорошую помощь оказывают нам наши губернаторы и руководители. Но особую помощь они сейчас оказывают при формировании тех ребят добровольцев и мобилизованных, которые вынуждены сегодня взять оружие в руках и защищать наш дом, наш общий дом, любимую страну, нашу родину, каждую семью. Наши руководители и Клычков, и Локоть, и Коновалов, и Русских сформировали целые подразделения, полностью оснастили, выехали на места, проверили, как они укомплектованы. А наша депутатская группа все сделала для того, чтобы защитить и многодетные семьи, оказать реальную помощь тем, кто пострадал и кому она нужна в первую очередь. Сейчас партия в этом плане отмобилизована и оказывает всяческую поддержку нашим товарищам. Но вместе с тем мы должны понимать, в чем суть этой новой войны. К сожалению, некоторые молодые люди начитаются всякой чуши и блудят, даже не понимают, что такое нацизм и фашизм и бендеровщина. Это самое большое зло, которое было на планете. Наши отцы и деды, взяв Берлин, до конца не добили этих мерзавцев. Почти 60 тысяч отправили на перевоспитание. Хрущев пришел, выпустил, и они выбрали новую тактику. Просочиться во все структуры управления, взять власть и продолжать свою грязную, разрушительную работу. За этим стояли американские спецслужбы, ЦРУ. Все архивы бендеровщины, систему промывки мозгов, создание нацизма, фашизма взяли у Гитлера. И перенесли ее на украинскую почву. Вы видели эти отборные соединения, вы видели тот позор и мрак, который они принесли в Братскую Республику. Со второго класса промывали мозги детям, внедряя у них бациллу нацизма. И, по сути дела, если финансовый капитал в Гитлере нашел спасителей их больших кошельков и подожгли Вторую мировую войну, то американский крупный финансовый капитал для того, чтобы спастись от очередного кризиса, от того, что они нахватали 31 триллион долларов долгов, поджечь еще одну войну. Выбрали в качестве жертвы эту Братскую Украину, Европу, а на Востоке поджигают пожар Тайваня, провоцируя Китай практически ежедневно. Мы должны прекрасно понимать, с кем имеем дело. Я недавно читал откровения американского генерала. Он сказал, мы затратили всего 66 миллиардов долларов для того, чтобы на Украине строить русских сукраинцев. Они сознательно это делают. Но мы должны понимать, что защищая свои земли, отстаивая независимость, свободу, приняв на родину Донецкую народную, Луганскую народную, Запорожскую область и Херсонскую, мы защищаем все русский мир, защищаем Европу и мир от нацизма и фашизма. Мы спасаем будущее наших детей и внуков. Это абсолютно священная и праведная работа. Но мы должны понимать, что есть войны национально-освободительные, войны патриотические, войны, которые помогают людям выжить, спасти. Мы вели такие войны. Есть войны империалистические, захватнические. Вот Россия ни одну империалистическую за последнее время войну не выиграла. Она продула Рымско-Крымскую войну, она продула Русско-Японскую войну. Ей нечего было делать Первой мировой, сражаться за деньги банкиров Лондона, Парижа и Нью-Йорка. А став под красное знамя Октября, знамя Победы, знамя интернационализма, она одержала все великие победы. И над фашизмом, и в космосе, и ракетно-ядерный паритет создала. Поэтому мы обращались и Путину, как главнокомандующему правительству, и всем, что мы должны вести справедливую борьбу за освобождение, за дружбу, за сплочение. Неслучайные ребята на танках поднимают красное знамя Победы. А у нас по-прежнему в кабинетах от Кремля и правительства сидит старая олигархия и ее наемники, которые по-прежнему продолжают душить страну. Вот у меня в руках последний бюджет сегодня в правде Советской России. И на нашем сайте опубликованы материалы. В стране нужен бюджет Победы и Возрождения. Именно бюджет Победы и Возрождения. Я хочу, чтобы вы обратили внимание. А бюджет Победы и Возрождения нами подготовлен. Мы еще на Орловском форуме утвердили программу. Там выступали крупнейшие ученые и специалисты. Мы показали, что это минимум 35-40 триллионов. Что эти деньги есть реально. Что их надо направить на Возрождение, на помощь, поддержку. Начиная с детей войны, детей Донбасса, детей тех регионов, которые освободили. Детей многодетных семей. Начиная с бездоленных детей, которые сегодня живут в школах-интернатах, больных детей. И тогда будет реальная победа. Я только что закончил студирование одного из сложнейшего труда. И он написал один крупный деловой человек. Он проанализировал, как развивались 500 лет крупнейшие империи и государства. Он прямо сказал, что все победы, которые там видно даже график, были у стран, которые вкладывали большие деньги. Прежде всего образование, науку и воспитание нового поколения. И нам пришли победы. После того, как Ленин с Сталином провели великолепные реформы, связанные с образованием, наукой, социальной сферой. Мы поддержали суперсовременные производства. Мы в нынешние условия получили лучшие результаты. Где? У Грудинина, потому что там лучшая школа, лучшие сады, лучшие профориентации. У Казанкова, где народные праздники, свои предприятия, где забота о человеке и труженьке выражается. У Сумарокова мы получили лучшие результаты там, где поддерживают, сохранили свое коммунальное хозяйство. Так как это сделал Локоть Новосибирске, не отдав очередному варью, жилью, коммуналку, а регулирует эти процессы. У него единственное в стране метро рентабельное. 27 рублей за билеты. Сейчас достраиваем последнюю станцию. То есть можно делать, учитесь, берите. И мы вот в этом материале подробно, подробно осветили, как мы работаем, что мы предлагаем. Наши 20 шагов достойной жизни. Ведь мы с вами издали большим тиражом этот материал. Есть у каждого. Мы с вами все сделали, чтобы раскрыть, как работает наш парламентский фронт. Вот Коломейцева рядом сидит, начинает с 5 утра работать. Здесь серия рекомендаций, 12 наших перечисленных законов. Защитим право народа на свободные и честные выборы без насилия и все остальное. Мы проводили эти выборы. Власть, к сожалению, не пошла навстречу. Продолжает воровать, разрушать. А в некоторых городах я спросил, как вы могли в Твери захватить все места в городском парламенте? Вы просто жульничали. Я давно бы разобрались с губернатором, почему он таким образом ведет. Почему выбрасываете партийные списки. Поэтому нам надо настаивать. Залог победы сильная экономика, социальная справедливая политика. Мы против атомного шантажа и так далее. Но надо обратить особое внимание еще на 4 обстоятельства. Террор и диверсии. Главные диверсанты и террористы в мире это англосаксы. Вы последний раз видели их диверсию против потоков, северного потока. Кроме них некому это совершить. Делают вид, не понимают и не знают. Уже Путин выступая сказал, ну вроде больше некого. А те засекретили данные и нас не допустили. Ну понятно, что они грохнули потоки для того, чтобы захватить своим дорогим газом европейский рынок. И для того, чтобы поджать и обчистить карманы Европы. А Украина им тоже не нужна совершенно. Используют для того, чтобы раздуть свой военно-промышленный комплекс. Заставить натовцев более 2% платить за эту авантюру. Но если вы посмотрите их диверсии, начиная с крейсера МЕН, который стоял на рейде в Гаване. Они начинали войну с испанцами. Все, что они склеили, все завоевано насилием. Крейсер Саратога стоял в Танкинском заливе, когда они начинали эту жуткую войну против Вьетнама. И можно все перечить, включая башни-близнецы, которые они сами грохнули для того, чтобы остальных объявить террористами и всех сгонять под свои знамена. Сегодня иссякли их возможности, нужны новые провокации и диверсии. Вот, пожалуйста, там показывают пацана из кабинета Зеленского. Как будто он сумел справиться с операцией на Крымском восту. Проехали через 4 страны, через 10 кордонов, за 23 тонны взрывчатки запечатали и грохнули. Это только по целым спецслужбам Америки и Англии. Но тогда те, кто отвечает у нас за безопасность, принимайте меры. А у вас на контроле сидят люди, которые за 3-5 тысяч, кого хочешь, пропустят. И зарплата у того контролирует 25 тысяч рублей. С такими низкими зарплатами и с такой ответственностью. Никакой безопасности гарантировать невозможно. Надо принимать нашу социальную программу. Она готова и профессионально. Атомный шантаж. Только абсолютно законченные идиоты и безумные люди могут стрелять по атомной станции Запорожья. Таких станций в мире три. В свое время первая авария была у американцев. Потом была у нас Чернобыль. Потом Покусиму накрыла волной и три реактора расплавились. Там холодильные установки все вышли из строя. Результат. 10 лет вычищают один реактор. Еще 20 будут два вычищать. А тут шесть в Запорожье. Поэтому нам надо всем поднять голос в защиту мира против атомного шантажа. Показать тех, кто сидит вместе с Зеленским. Зеленский это грязная кровавая кукла, которую используют для того, чтобы этот пожар дальше продолжался. Главные закоперщики сидят в Лондоне и Вашингтоне. Надо показать их провокации в этом отношении. Стопроцентные провокаторы. А Европа здесь становится заложником. Вот сейчас вышли люди на улицы. Надо поактивнее реализовать эту главную задачу. Биологическое оружие. Почему-то замолчали. Мы же комиссию создали специальную. Мне пришлось в спецслужбе служить, бороться здесь. Вот в противогазе и в резиновом костюме я видел последствия всего этого, всей этой мерзости. Своими глазами видел. От Львова до Казахстана 50 станций установили. Завтра половину населения уничтожат. В свое время Юстинианова чума выкосила половину Византийской империи. В 13-14 веке пол Европы расколотила. Это все американцы придумали для того, чтобы завтра расчистить наши просторы, освободить от людей. В свое время Гитлер голод выписывал, а реформы, которые навязали Горбачеву и Ельцину, так называемые демократические, они убрали 20 миллионов русского населения с наших равнин великих, с наших просторов. У нас в 91-м году русских было 120 миллионов, в этом году уже будет меньше 100, и за 5 лет потеряли еще 3 миллиона человек. Поэтому тогда это еще одна опасность. Один самый весомый аргумент для того, чтобы не повторять эти безобразия и максимально сплотить общество для решения насущных проблем. И информационно-психологическая обработка. Нашим товарищам надо активнее читать, изучать и смотреть. Работу надо начинать с нашего сайта. Новиков организовал вместе с Миллером эту работу. Красная линия. Сейчас ведем огромную работу по взаимодействию с Китайской компартией. Я особо хочу поблагодарить Мельникова. Он у нас возглавляет это общество Российской Китайской Дружбы. Сейчас исполняется три даты, отмечаем. День рождения Китайской Народной Республики, дипоотношений. И 65 лет исполняется в этом месяце обществу нашей дружбы. Будет большой вечер. Это исключительно важная работа. Я с Сидиньпинем познакомился, когда он был мэром Шанхая. Талантливейший руководитель. Он предложил новую теорию общества великой совместной судьбы. Причем она настолько привлекательна. Никого не заставляют писать под свою дудку. Никого не заставляют, в общем, менять свой строй, язык, культуру. Пожалуйста, встраивайтесь в программу. Их программа «Один пояс, один путь» уже 200 договоров. 149 стран. Уже охватило 1 триллион 800 миллиардов долларов товарооборота. Это великая идея. Кстати, Путин очень активно поддерживает. Он встречался с Сидиньпинем почти 40 раз. Последний раз выступая на Дальнем Востоке. У нас там был Харитонов, 4 выступал. Прекрасно работу провел. Путин сказал, у нас новые программы. Программа «Транссиб» и «БАМ». Мы давно предлагали расширить. 40 миллионов дополнительно. Нам надо перебросить ресурсов для того, чтобы обеспечить торговый баланс. Программа связана с «Семморпуть». Это гениальная программа. Новая авиация. Малая, большая, крупная. Перспективные космические программы. У нас есть возможность сейчас двинуть значительно вперед. И не случайно позицию, которую занял Китай, Индия. Не случайно, что 4 ведущие в мире цивилизации русская, китайская, индийская, персидская объединились в Бриксе и Шоксе для того, чтобы остановить англосаксонское варварство. Это очередной военный вызов, который они бросили всей планете. Они же американцы объявили врагами номер один. Нас в военно-политическом плане и китайскую партию, которая за 100 лет показала пример, как можно страну вывести из колониальной зависимости, отвоевать ее у всех захватчиков и обеспечить космический взлет. Это подвиг, который должен изучаться во всех наших институтах и политических школах. Вот Новиков обеспечил эту работу. И я благодарю, мы сейчас показываем большой сериал «Китай сегодня». Кстати, китайцы показали примеры с точки зрения сплочения коммунистических сил. Они перед своим съездом провели встречу в 160 стран коммунистических партий и в первой тройке дали возможность нам поприветствовать и решать эти проблемы. Так что для нас это огромное направление. Ну и надо в заключении всем напомнить, есть ли другая политическая сила, которая способна в нынешних условиях, проведя альтернативные курсы, выступая в оппозиции, вывести мирно и демократично страну из кризиса. Считаю, кроме КПРФ и левопатриотических сил, сегодня таких нет. Но это требует максимального единства, сплоченности, четкого знания наших программных документов и поддержки тех инициатив, с которыми выступает наш товарищ. Мы предложили еще раз программу вывода страны из кризиса. 10 первоочередных мер, 10 шагов достойной жизни, уникальный опыт наших народных предприятий. Мы предложили практику народных губернаторов, которые заботятся о людях и которые развивают суперсовременные производства. Мы все сделали для того, чтобы успешно поддержать детские программы от детей войны до детей Донбасса. Мы с вами максимально обеспечили взаимодействие со всеми друзьями и партнерами. Они представлены, в том числе во фракции в нашей Государственной Думе. То есть у нас есть реальная возможность все сделать для того, чтобы обеспечить успех, успешное решение проблем как вовне, так и внутри страны. Но еще раз хочу подчеркнуть, для этого требуется прежде всего политическая воля, ясное понимание происходящего и тогда будет обеспечена победа. Тут ко мне один очень такой решительный критик пришел и говорит, вот а что мы можем сделать в нынешних условиях, когда натовцы объединились, американцы, у них такой потенциал, он больше нашего. Я говорю, да, он больше нашего. Да, если посмотреть по нынешнему потенциалу, Россия, это меньше 2% мирового производства. В 2013 году Российская империя в два раза больше имела. Если брать РССР, то в 5 раз меньше, а СССР, то в 10 раз меньше. Но есть и другой счет. Ленин пришел с гениальной идеей, могучим умом, потрясающей политической волей, уникальной стратегией, большой решительностью. Ничего не было у него, кроме великой идеи и опоры на народные массы, на миллионы, которые услышали. Армии не было, сколотила армию 4 миллиона с лишним. Детей было почти 5 миллионов беспризорников, все стали учиться. Обратился к царским офицерам, 8-6 тысяч царских офицеров, пошли и сражались за нашу советскую родину. Освободили от всех, провел гениальную модернизацию. И план ГУНРО, и НЭП, и образование, и прорыв науку. Гражданская война шла, почти 30 институтов было создано. Вот учитесь, и сейчас те, кто сегодня сидит на вершине российской власти, и Путин, и Мишустин, и Матвиенко, и Володин, и Единая Россия, должны засесть за учебники и изучать внимательно. Уникальный опыт ленинско-сталинской модернизации, которая распавшуюся империю подняла к великому космосу и великим победам. Изучить опыт китайской компартии, которая от разрубленной страны подняла к вершинам победы, сделала ее великим локомотивом прогресса нынешнего. Вот сплачиваясь, объединяя, все лучшее, что есть в нашей истории и в мире, можно усверенно победить. Но для этого надо проявить волю, находчивость и сплоченность. Наша партия и левопатриотические силы к этому готовы. Я благодарю вас за внимание.